Музыка Ну открывай Ой Ой Ну держи это рукой, а ты открывай Давай Ой 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 Мама 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 Кто же там Сань Ручки Ух ты Собачка Где Покажи, дай посмотрю Ух ты какая собачка Не кошечка, собачка Да Она в шлеме, да? А там что? Ай-яй. Давай. У меня ложкой? У меня ложка. Ты клубничком будешь, Саня? Да. Ма-яй! Мама-яй! Ма-яй! Мама-яй! Мама-яй! Пожалуйста. Что надо сказать? Что надо сказать? Спасибо Пожалуйста Давай Мама Покажи 바꿔 Пожар Покажи 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Д 56 ДИНА柄 ДимаTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok ДимаTORzok число, но, короче, не седьмое. Соня, кто там на тебя лает? Кто там лает? Ой. А, да, собачка на нас лает. Так что вот как-то так. Как-то так. Ребят, кто хочет тоже присоединиться к этому марафону, давайте тоже. Давайте тоже. Значит, Виктор Гюго отверженные. Я посмотрела уже, оказывается, есть такой фильм в 2012-м снимались, там снималось шесть или семь известных актеров. Вот. Так что я думаю, книга должна быть хорошая. Хотя я посмотрела трейлер, не скажу, что прям он меня так захватил, что я прям захотела бы из всех стоящих у меня на полках книг прочитать именно его, но отзывы хорошие. Отзывы хорошие. Да ешкин кот, мне просто неудобно вести коляску, и тут такие камни. Я одной рукой, мне неудобно. Я без конца камеры за этот рисунок. Сорян. В общем, кто хочет, присоединяйтесь. Попробуем потом, может быть, и с вами здесь обсудить, я не знаю. Я первый раз такое вписываюсь, вообще не уверена, что у меня это получится. Но посмотрим. Боже, ладно, я буду заканчивать, потому что у меня уже рука болит вести эту коляску вот так вот, по такой вот земле, она вся кривая, и это неудобно. Я уже задыхаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Мы уже дома. Вот эта книга. Вот так вот я ее разделила на 14 разделов. Капец. Шрифт. Ну, не прям крупный. В детских книжках покрупнее. Так что да, ну вот получается вот постолька. Двен страниц, короче, что. Море и мрак, человек за бортом. Ну так что же, корабль не останавливается, дует и ветер. У этого мрачного корабля свой путь, и он вынужден его продолжать. Он уходит дальше, человек исчезает, потом появляется, снова покружается, и снова выплывает на поверхность. Попробуем. Такой кирпич, просто капец. Доброе утро всем. Сонька бесится. Ух ты! Ты ее любимое кресло, походу. Вау! Что только не вытворяет. Ух ты, Сонь! Как еще? Ух ты! Мне так не надо. Кошемарно, Сонь, что ты творишь? Ух ты! И что, нравится тебе так? Надо тебя на батуты свозить, чтобы ты попрыгала, да? Мама, давай! Давай! Ух ты! Мама! Ух ты! Круто! Ух ты! Мама! Ничего себе! Как-то перед сном побесится. Скоро уже спать. Ага! Огонь! Я ощущусь! Ух-ха! Что, штаны падают? Штаны падают? Не падают? Не падают? Ну, я показала, что ты все время подтягиваешь. Нет, Сонь, там прыгать не надо. Хотя, что там у нас? Там эта штука, на которой прыгает. Что-то прыгает. Это я себе варила курицу. Просто курицу отварную. Посмотрите. Холодец, блин. Получился. Потому что на такую маленькую кастрюльку было очень много курицы. По приколу. Ребят, я холодец приготовила. Первый раз в жизни. Ребят, мой ужин. Я что-то эти дни питалась просто как тварь. Печеньки всякие, тортики. Не знаю, что там ела. Сейчас на ужин у меня была отварная курочка. И вот такой вот зеленый салатик. Здесь пекинская капуста, цветная капуста, огурец. И все это заправлено по вкусу. Ничего так вкусненько. Потому что как-то, не знаю, как-то у меня вес подпрыгнул на килограмм. Хотя до этого упал на килограмм. Если оттуда считать, то вообще на два. Ну, не знаю. Я думаю, что эти дни это просто... Вот как я в субботу гуляла, или когда я там гуляла. Мне всегда после гулянки, мне хочется много есть. Всякой фигни у меня теряется сила воли вообще полностью. Я не придерживалась 16 на 8. Без конца плавала в этих интервалах. И как-то мотивация моя улетучилась. Короче, гулянки плохи не только тем, что ты в этот день сбиваешь себе все. Но и в последующей, по крайней мере у меня так. Потому что последний, не знаю, последний год, наверное. Если вдруг я гуляю, я сейчас крайне редко пью алкоголь или куда-то выхожу. Поэтому для меня это стресс для моего организма. Я не могу себе прийти потом. Это потерянные дни. Это потерянное настроение. То есть я так себе по старой прыжке думаю, ну ладно, сегодня погуляем, завтра отосплюсь и нормально. Но нет, это больше так в моей ситуации не работает. Это больше не получается, завтра отосплюсь и нормально. У меня на восстановление уходит неделя. У меня полностью теряется сила воли к тому, что до этого... Ну вот я придерживалась 16 на 8, и нормально мне было, легко шло. А после этого я сижу думаю, там у меня вообще все равно, я ничего не хочу. Неделя уходит на восстановление. Вот сегодня у нас четверг, я все еще восстанавливаюсь. Вроде выспалась. Но все равно жрала какие-то гадости. Блин, на восьмой час доедаю, и все на сегодня. Сегодня вроде как в интервал укладываюсь, но вот эти дни до этого. Вчера, хотела вчера уже начать. Но в сила в 9 вечера тоже объелась. Ну просто тоже курица отварной, но все равно. Все равно. Я сегодня вообще мало снимаю, немного занята была. Поэтому этот влог я, наверное, тоже завтра продолжу. Как-то так. Класс. Вау. Ух ты. Доброе утро, ребят. Всем новый день. Начинается с той же картины, что вчера. Ага, вот она прилетает на кресле и хочет, чтобы я обязательно смотрела. Да, доча? Ну-ка. Туда не лезь, Соня. Машины? Хорошо. Соня, так нельзя. Я понимаю, но лезть на кресло наверх нельзя. Нет, мы лезь. Ой, мама, лезь. Угу. Мама. Мама. А. Ух ты, класс. Ой, красота, конечно. Спортсменка. Ух ты. Мама, мой. Да, да, я вижу. Мама. А, да, там. Мама. Да, я смотрю. Ого. Ого, мой. Стой, стой. Ой, еще один. Еще подушка? Моу. Ну, такая. Дай. Три? Нет, дай. Четыре? Ух ты. Мама. 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 Мама, ты такой. Я смотрю. Мама, она все. Мама, она все. Мама, она все. Что? Ой. Это зачем? Это? Нет, это поставь там, дочь. В смысле? Вообще уже. И что? Вот так? О, очень оригинально. Очень оригинально. И что это? Это. И что это, Соня? Это все. Это все. Давай, наклейки убирай, тебе сказала. Нет. Да, я вижу, вижу. Да, я вижу, дочь. Ух ты. Да, да, да. Очень красиво. Так уже минут 15. Мама, 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 мама. Мама, мама. Молодец, да. Да, я вижу, вижу. Ножками, да, так. Ух ты. Ничего себе. Вау. Молодец. Мама, акул. Мама. Мама. Да, я вижу. И что? Это ты в воду тебе поплюхнулась? Да? Все. Нос задержала, дыхание? Нет. Вот так надо. Молодец. Плывешь, да? Класс. Ака! Давай. Мама. Ой, ты ко мне плывешь? Ты акула? Я акула? Ты акула? Да. А, помогите. Акуленок туруруру. Акуленок туруру. А, помогите. Уплывай туруру. Так, я наконец-таки села позавтракать. У меня яичница и бутербродики с сыром. Ты же ела. Мама, акула. Еще хочешь? Да. Яблочко хочешь, я почищу? Да. Ты тут будешь спать, да? Да. Вот так в очках? А я мама? В очках будешь спать? Да. А мама там. А мама там? Да. А ты тут? Да. И деда там? И деда там? Да. Ты одна здесь будешь? Да. Ну, ладно. Мама, иди. Иди, говори. Иди. Не иди, а иди. Вообще, я не могу с этого ребеночка. С этого смешного маленького ребеночка, такого сладенького. А? Хорошо. Извините. Я вам мешаю? Ну, ладно. Я тут пересматриваю старые влоги. Господи. Амирана Сардарова, дневник Хача. Такая ностальгия. Так смешно. Да. Мне на днях пришла долгожданная посылка. Ну, как бы, как долгожданная? Я уже не уверена была, что я ее хочу. Но отступать... Почему-то не отступила. Посылка из Азербайджана. Я сидела в Инстаграме и увидела... Что-то он мне стал выдавать. Разные... Разных людей, которые делают сами тарелки, ложки, подсвечники. Там, я не знаю, кружки из... Керамические, короче. Керамические, да? И сами разрисовывают. Все. Разные, короче, разные художники. Кто-то из России, кто-то там из Италии, кто-то вот из Азербайджана. И наткнулась на эту девочку. И мне очень-очень сильно понравилась одна тарелка. И я очень захотела ее. Когда я стала заказывать, я думаю, ну ладно, что одну, давай еще какую-нибудь одну возьмем. И решила взять еще одну в блюдце. Поменьше, короче, тарелочку. Давайте я сначала покажу вам, что это, а потом расскажу всю историю. Потому что все было не так-то уж и просто. Сейчас, если она мне еще из рук выпадет и разобьется, это будет... Это будет, в принципе, логичный исход. Я даже не удивлюсь и как бы... Я даже этого и ожидаю, вам так скажу. По секрету. Итак, мы готовы это увидеть? Ну, красивая. Вау. Блин, какая прикольная. Ну, ладно, ладно, прикольная. Вау. Блин, ребят, ну она реально очень так блестит. Классная. Все девушка расписывала вручную. Сзади вот только не пойму, что это за наклеечки. Сфига ли они тут? Не пойму вообще, что это такое. Девушка, я так поняла, ну, делает сама все. Ждала я, я не знаю, месяца три. Месяца три. Свои очереди, так сказать. И то она про меня просто забыла. Это с инжиром. Вот такая вот у нее сторона. Тут ее знак. Блин, я думала, она будет, кстати, меньше. Хороший размер. Очень красивая тарелочка. Прям мне нравится. Вторая, из-за которой я вообще воскнулась на этот профиль, я увидела эту тарелку. И я захотела именно ее. Хотя она много прикольных белых. Но я влюбилась просто в эту тарелку. Но, честно говоря, я уже видела ее на фото. И она не совсем такая, как плота, которую я изначально увидела. Естественно, это не фабричная продукция. То есть оно не может быть все одинаково. Да, оно всегда хендмейт, немножечко друг от дружки отличается. Вот такая, с овощами. Ну, вот так, да, когда первый раз видишь, наверное, красиво. Во-первых, другой зад. Видите, как тут сделан боковушка? И на той фотографии, которую я увидела, был и задняя часть тоже вся вот такая. И мне показалось это настолько красивым, она заднюю часть здесь сделала такую. Ну, ладно, мы это не обговаривали, но я и не знала, что будет другая, потому что я сказала, я хочу вот именно такую тарелку. Здесь такая задняя часть. И перед. Я вам сейчас покажу, как выглядел оригинал, ну, как бы, в который я влюбилась. И вот, сейчас я тоже посмотрю. Во-первых, оригинал немножечко ярче, да, сочнее, сочнее. Во-вторых, вот тут в первой версии, да, вот здесь были три яблока или что это, вот здесь чуть-чуть, а здесь не было. Она еще добавила сюда, ну, вы можете сказать, что я придираюсь, но я действительно придираюсь, потому что я прям влюбилась в ту версию. Я не хотела, чтобы ни на шаг вообще она от нее отличалась. И мне тут очень много вот этих оранжевых оттенков. Я хотела, чтобы она была более такая зеленая, коричневая, как вот на той, да. Там вот как-то мне кажется, ну, действительно, и краски поярче, а вот эта побледнее. И плюс с обратной стороны, вот, 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 видите, какая она с обратной стороны сбоку, да, она везде такая. Ну, ладно. It's ok. Она все равно красивая, конечно же. Если не видеть первую, то, да, наверное, если бы я так увидела, мне бы тоже понравилась. Но первая, вот, она меня не отпускает. Там как-то и побольше сами овощи, и поярче. Вот даже вот эта вот травка, да, там такая зеленая, сочная, гриб побольше. Вот эти побольше, поярче. А это немножко вот как будто бы краски не хватило, знаете, доделать. Вот такое ощущение. Вот, но в целом все равно, в целом мне все равно нравится. Мне, во-первых, нравится стиль тарелок, что он неровный, да, что видно, что это вот сделано. Я очень любила смотреть раньше Джейми Оливера, да, повара, который просто, у него куча своих программ, у него рестораны свои. И я его обожала смотреть. Даже вот он мне так нравился, как он готовит. Даже то, что я не люблю, когда он готовил, мне хотелось это съесть. Вот так все это аппетитно. У него были все время какие-то тарелки, вот, знаете, не с фабрики, а вот какие-то самодельные, либо в таком деревенском стиле, какие-то дощечки. И вот это все было так, так смачно, так вкусно. И вот я с тех пор полюбила что-то такое, что-то такое кривое, неровное, да. И поэтому я, конечно, все равно рада, что у меня будут такие вот тарелочки дома, оригинальные даже. Не знаю, буду ли я с них есть, но, наверное, буду. А, значит, как проходила наша переписка, я вам расскажу, расскажу я вам. Значит, я написала ей, что... Где-где начало надо... Во-первых, я ей написала, чтобы вы понимали, в конце февраля, сегодня 4 августа. Ну, хорошо, ладно, тогда я просто написала, поинтересовалась. И у нее была тарелочка, вот эта вот, инжирная, да. Тоже, да, мне кажется, она поярче и посочнее, чем вот эта. Видите, это какая-то нежно-розовая внутренность, а там такая прям, я бы сказала, красноватая. Я ей написала, что хочу вот ту тарелку с овощами и вот эту с инжиром только... Так, подождите, я ей написала, есть ли в наличии... Так, во-первых, я ей спросила изначально, отправляете ли в Европу, она пишет, да, доставка 30 долларов. Я пишу, окей, есть ли в наличии это с инжиром. Она пишет, что, ну, в наличии нет, но она может повторить, как бы сделать. Я пишу, окей, то есть можно заказать, все такое, да. Окей, я решила там что-то подумать, походу. Она мне прислала референсы. Я заказываю у нее вот эту вот и пишу, что вот эту маленькую с инжиром, хочу, можно ли сделать ее окантовку, цвет с обратной стороны, не зеленый, как у нее на фото, а темно-синий или фиолетовый. Она мне пишет, конечно. Я думаю, отлично. Я пишу, тогда мне маленькую тарелочку вот эту вот с инжиром, только окантовку фиолетовую либо темно-синюю и ту, которую я вам прислала первую. Ну, то есть вот эту. Я правильно говорю, понимаю, 70 долларов она мне сказала, большая. Я говорю, 70 долларов большая, 30 долларов маленькая, плюс 30 долларов пересылка. Итого 130. Она мне пишет, принимая ваш заказ, отправка 35 долларов. Я пишу, неделю назад вы писали 30 долларов. Ну, это тоже не проблема. То есть, то есть, то есть у вас, если будет 2 тарелки, возможно, сумма будет больше. Я вам скажу точно в моменте. В общем, она мне говорит, что, да, она сказала 30, но там, короче, в общем, она изменила цену, не суть важна, и говорит, но это тоже не проблема. Я не поняла, что не проблема. Так как у вас будут 2 тарелки, возможно, сумма будет отправки еще дороже. Я вам потом скажу. Я пишу, ну, можно мне сразу узнать, конечно, стоимость, ну, в том плане, что пусть она сразу сейчас прочекает, да. Потом когда? Когда я сделаю заказ, а потом она пойдет на почту и выяснится, что сумма доставки не 35, а 65, да. Поэтому я попросила ее сразу узнать и сказать мне точную, конечную сумму, чтобы я уже понимала для себя, хочу ли я делать заказ или нет. На что я ей так и написала. Можно мне узнать сразу конечную стоимость тарелок и доставки без последующих сюрпризов? Она мне пишет, а что вы имеете в виду по словам сюрприза? Вы что-то не поняли из моего аудиотекста? Ну, как-то мне уже не понравилось, как она мне отвечает. Я пишу, просто вы сначала искали одну цену, потом другую. А и в аудиосообщении еще говорите, что вообще может быть еще третья цена. Поэтому я хочу узнать, какая будет окончательная, чтобы определиться с заказом. Она пишет, так я вам выше написала 35. Я такая, да? А потом в аудиосообщении сказали, что будет может быть и дороже. Ну, короче, туда-сюда. В итоге 13 марта я оформляю у нее заказ. Присылает мне способ оплаты и говорит, что на данный момент у меня много заказов, ваш заказ будет готов в течение месяца. То есть я в середине марта заказала. Плата будет производиться так и так. Я пишу, хорошо, тогда жду от вас сообщения, как платье, как доберетесь до меня. Проходит месяц. Я ей пишу, здравствуйте, вы про меня забыли? Он пишет, здравствуйте, прочитала сообщение. Короче, в связи с беременностью мало делает. В общем, вы еще хотите, говорит, сделать заказ? Я пишу, да, хочу. Хочу те две тарелочки, которые мы обговорили выше. Одну с овощами и маленькую с инжиром в скобках цвет с обратной стороны темно-синий или фиолетовый. Она мне пишет, у обоих тарелок обратная сторона темная или у какой? Я пишу, та, что с овощами без изменений, точно такая же. А та, что маленькая, задняя часть, прошу, не зеленая, а темно-синяя либо фиолетовая. Присылаю ей еще раз ее фотографии. Она мне пишет, хорошо, поняла, ваш заказ будет готов в течение месяца. Опять посылаю информацию к оплате. Я ей оплачиваю, перевожу ей 135 долларов. Через месяц я ей пишу, добрый день, готовы ли мои тарелки? Она мне пишет, добрый день, одна готова, вторая готовится к обжику, в конце недели вышли вам посылку. В конце недели. Это было, да, середина июня. Я пишу, хорошо. Я ей посылаю адрес, все. Проходит еще, то есть, это было 11-го, проходит еще 10 дней. Я пишу, здравствуйте, скажите, высолили вы мою посылку, есть ли номер отслеживания? Она мне пишет, здравствуйте, сегодня иду на почту с вашими изделиями. Я пишу, окей, поняла. И в этот момент она мне высылает фотографию, как в коробке лежат мои тарелки. И у себя выставляет тарелку с анжиром, и я вижу, что вот здесь зеленый цвет. И она пишет, к сожалению, не смогла вашу посылку отослать, отошлю завтра, приношу извинения, бля-бля-бля. И я вижу в ее профиле вот эту тарелочку, и она пишет о ней, что эта тарелочка уезжает в Берлин. Я пишу, я говорю, извините, эта маленькая тарелочка с анжиром моя, вы сделали сзади зеленую, она пишет, да, вот обратная сторона. То есть, вообще не то, о чем мы договаривались. Я ей высылаю скриншоты, где я ей несколько раз писала, какую я хочу заднюю сторону, где она мне их и лайкала, и писала, да, хорошо, я вас поняла. То есть, она пишет, да, прочитала сейчас, если для вас это важно, могу изменить. Вы можете тоже сказать, ой, Юля, что уже такое, тарелка готова, типа, оставила бы зеленую. Ну, как бы, да, с одной стороны, что-то такого, но с другой стороны, она спрашивает, что я хочу, я говорю ей пожелания, она их подтверждает, и в итоге делает другое. Ну, как бы, мне действительно не нравится зеленая сторона, мне казалось, что вот здесь больше подходит фиолетовая. Вот, мне и так не особо нравится, что она не такой насыщенный, если бы он еще был зеленый. Она пишет, если для вас важно, могу изменить. Я пишу, ну да, мне бы хотелось получить то, на что мы договаривались. Я бы вам специально несколько раз об этом писала, чтобы вы точно не перепутали. Ну, в общем, вот так вот. Дальше она мне предлагает там разные цвета, на-на-на, все, мы договариваемся. Она пишет, окей, это займет две недели. Напишу вам, как изделие будет готово. Проходит еще месяц. Она мне так и не написала. Я пишу, здравствуйте. Готовы ли мои тарелки? Она мне пишет, завтра должны выйти из печи. Я говорю, когда могу рассчитывать на отправку? Она мне перестает отвечать. Через два дня она мне пишет, пошлю через два-три дня, когда-то сниму контент. Я пишу, ох, ладно, говорю, просто я уже три месяца жду. А, я ей написала, два месяца жду, хотя это было уже три месяца. Это уже я опечатала. Проходит еще неделя. Я пишу, здравствуйте, отослали ли вы мой заказ? И потом она уже наконец-таки отсылает мне. Отсылает и пишет, спасибо за ожидание. Ну, короче, не знаю, так себе коммуникация, как-то все мега долго, не очень мне показалось, она клиента ориентирована. Ну, да ладно. Я думаю, что она просто новичок в этом деле сама делает, поднатаскает. Я немножко, честно, расстроена, что цвета не такие яркие, как на тех тарелках, как на фото. Ну, ладно. Вот честно, меня прям немножко прям раздражает вот эти куча оранжевых яблок или что это, ягоды какие-то, не яблоки, наверное, боярка, фиг его знает. И мне прям хочется, вот, вот хочется дорисовать поярче, вот прям рука чешется. Я не знаю, мне прям вот глаз это мозолит, это фигня. Ну, ладно, я постараюсь об этом забыть. А в целом, все равно, мне нравятся эти тарелочки, я буду с удовольствием ими пользоваться. Но, не знаю, заказала бы я еще раз у нее что-то, хотя изделия у нее, ну, тарелочки есть красивые, красивые мотивы. Ну, вот как-то так, ребята, с тарелками вышло. На дереве, да, красиво выглядит, на деревянном поверхности. Блин, реально, если бы вот этот цвет был со всех сторон, вообще было бы шикарно. Ну, ладно, так тоже неплохо. Надо во всем искать плюсы, все равно, как бы, что есть, то есть, да, смысл расстраиваться. Мне нравится, что она кривая. Класс. Мне кажется, это мне будет очень удобно. И вот эту тоже, я ожидала, что она будет меньше, она очень приятного размера, так что, добро пожаловать домой. Так, я сейчас себе сделаю свои пробиотики, надо уже докупить. Время 10 часов, у меня все готово, влог сделан, дома убрано, ребенок спит. Хотела в кровать сразу лечь, читать, но я подумала, что я давно не сидела в своем читальном кресле, для чего я купила. Все равно я пока это буду пить, поэтому, чтобы Сонечке не мешать, посижу в своем кресле. Тут у меня лежит этот кирпич, но пока сегодня еще не его. Пока что у меня все еще это дживс, кстати. Блин, прокладка, куда ты пошла? На самом деле, очень классно идет, прикольно, с юмором написано, очень легко идет. И я так поняла, я уже посмотрела, это не первая книга, это целый цикл про дживса. Дживс это камердинер одного чувака, который живет на деньги своего дяди и с ним происходят без конца какие-то приключения. И дживс, его камердинер всегда приходит с какими-то идеями ему на помощь. И все это написано с юмором. Это не первая книга, цикл состоит из многих книг, но в принципе, как я поняла, не прям так важно, с какой книги ты начнешь, потому что там нет какого-то развития между героями, да, там без конца вот про него, про его камердинера и какие-то люди со стороны. Ну, есть какие-то, понятное дело, там, родственнички, которые без конца и тут и там пересекаются. ну, в общем, короче, не страшно, не страшно начать не сначала, в принципе, по-большому счету с любой. И реально очень классно заходит, я где-то на половине, так что сейчас продолжу. Субтитры сделал DimaTorzok